Еще 49 новушенцев установок, агульные, средние, профессиональные, технические и средние специальные эдукации отримали сегодня премии Абл-Вакан-Кама. Сгодно с положениями они урушаются подлетками, которые добились высоких выников в интеллектуальной и громадской деятельности. На урожистой церемонии побывали наши корреспонденты. Премии Гумельского Абл-Вакан-Кама урушаются одоранным детям на протягу 21 года. За этот час, соответственные посвящения и грешовые заохвачивания отримали крыху больше, чем тысячи человек. По мере селетней премии 10 базовых величин, але головная наводня сумма. Ушанование талиновитых навученцев гэтая шеи констатация того факту, что яны належать до поколения, яким Гумельщина можа гонориться. Выпускница 51-й Гумельской гимназии Полина Салмина селета стала абсолютной переможцей Олимпиады школьников союзной державы. Конечно, бывает иногда сложно запомнить какие-то исключения, которые нужно просто вызуприть наизусть. Но довольно интересно учить факты из жизни писателей или ученых. И это интересно, а не сложно. Навученка 10-й Гумельской гимназии Ангелина Себек – человек, саправды, уникальный. У гэтым годзе она стала переможцей национального этапу 12-го сусветного конкурса «Мост китайской мовы». Коли дадать, что школьница добра ведает еще и английскую мову, можно стверджать у ее добрые, житевые и профессийные перспективы. Уучение мовы – это так само и практичный интерес мае, и зацекавленность особистую. Мне вельми подобается уучение замежных мов, и так само я планую связать свое житие с этим. Я планую прасывать и сотрудничать с Китайской Народной Республикой. Сярод лауреата у премии Аблвакан Кама – представники практически всех районов в области. И это еще одно подтверждение того факту, что в Украине створаются ровные умовы для занятков и развития творческих здольностей. Артем Кирейшин сегодня працует в 31-й Гумельской школе наставником истории. 11 лет тому и он так само отрымал премию Аблвакан Кама адоранным наученцам. Тогда Артем учился у одной из сельских школ Ельского района. Потом был червоный диплом Гумельского государственного университета имя Франциска Скарины. Теперь сам рыхтует наученцев до удела в Олимпиадах. Кажет, что у нас шмат талиновитые молодцы. Главное, как она не спинялась надосягнутым. Я считаю, что добившись таких результатов в учебной деятельности, в исследовательской, конечно, нужно продолжать развиваться. Нужно обязательно стараться поддерживать тот уровень, который есть на данный момент и всегда расти, потому что совершенству нет предела.